Долгое ожидание, бессилие приехавших врачей или даже неадекватное их поведение. Нередко такие жалобы поступают на медиков скорой помощи по всей стране. Многие челнинцы уверены, что и в нашем городе скорая работает далеко не идеально. На прошлой неделе мы показали сюжет, где челнинец заявил, что в гибели его матери надчасти виноваты и медики, которые отказали в госпитализации. И вот в редакцию поступила новая жалоба. Позвонившая по номеру 59 90 90 телезрительница рассказала свою историю вызова скорой помощи. Внезапно ночью Альфию Зеединову разбудил сын с жалобами на сильную боль в шее и голове. Мать незамедлительно вызвала скорую помощь. А пока медики ехали, родственники пытались самостоятельно облегчить боль народными средствами. Но ожидание врача затянулось больше, чем на час. А когда он прибыл, то пришлось буквально выпрашивать помощь у него, вспоминает позвонившая. Они приехали, осмотрели его и собрались уходить. Я говорю, ну дайте хоть какую-то таблетку, если ему плохо, опять станет, чтобы этот. Он говорит, неходячая аптека. Один вот сказал мне. Я говорю, ну как вы, вы должны ему помощь оказать. Ну ему же, говорит, полегче стало. После уговоров медики согласились поставить хотя бы укол. Но пока хлопотала, переживала за сына, Альфия Зеединова и сама вдруг почувствовала себя плохо. Поднялось давление. Медики же ограничились тем, что измерили его. У меня давление было 190 на 100. Они должны были оказать мне помощь. Они развернулись и ушли. Я у них спросила, говорю, а у меня, говорю, нефидипин есть? Да, попейте, говорит. А если бы у меня и этой таблетки не было, что мне делать надо было? Что за квалификация такая у работников медицины, вопрошает телезрительница. За разъяснениями мы обратились на саму станцию скорой помощи. Там для начала сообщили, что год от года число вызовов только растет. Сегодня они принимают до 700 обращений в сутки. Кроме того, прибавилось и число заявок, связанных с простудными заболеваниями, гриппом, ОРВИ или подозрениями на них. В таких условиях приходится расставлять приоритеты, признаются специалисты. Основная обращаемость идет вечерние, то есть когда уже поликлиники не работают, вечерние ночные часы. И, конечно же, эти вызовы будут висеть, потому что наши криминальные, как уж мы говорим, наши скоропомощные, наши экстренные вызовы, их тоже никто не отменял. И как раз заявку Альфея Зеединова неотложной не посчитали. Отсюда и задержка. А с таблетками еще сложнее. Может быть, здесь, скорее всего, может быть, рекомендовала бригада обратиться к неврологу. Но обезболивающих таблеток нет. То есть должны быть строгие показания. Просто так, чтобы приехала скорая помощь, но нельзя давать любую таблетку. Тем более, особенно, когда просят пациенты, которые сами-то не медицинские работники. Как все обстоит на самом деле в том или ином случае? Прослеживается ли халатность врачей? Каждый может узнать лично, направив жалобу на горячую линию по номеру 304795. Там поднимут аудиозаписи общения с диспетчером, все телефоны разговора пишутся и будут разбираться по конкретной ситуации. Сюда же могут обратиться те, кто столкнулся с грубостью медперсонала или остался недоволен результатами его работы, а также по другим вопросам. Ольга Шапкина, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные, Челны.